Пятый канал представляет Мира, к которому вы привыкли, больше не существует. На всей земле бушует кровавый пожар. Лишь те, кто докажут свою готовность, смогут выйти на поверхность, вновь увидеть солнце и заселить землю, подобно Ною, с цинамию. А если не докажут, сгинут безвестно в этом забытом склепе. Телефоны не ловят. Ни у кого. Телефоны не ловят. Телефоны не ловят. Телефоны не ловят. Телефоны не ловят. Так. Так, ну и чего от нас хочет эта шашечная федерация вычислить тайных адептов игры в Чапая? Если бы. У них гроссмейстер пропал, который должен был лететь в Непал. Стихи? Проза. Он действительно должен был лететь в Непал вместе со сборной Готымского района. Но на рейс не явился, и телефон его вне зоны. Ну, прям преступление века пропустил самолет. Ну, для федерации все серьезно. Слушай, а может он просто в дамки подался с какой-нибудь юной шашисткой? Ну, это вряд ли. Полицейские и до семьи его дозвониться не могут. И, насколько я помню, в дамки с женой и детьми, по-моему, не подаются. Но я не специалист. Ты что? Владимир Чернокровский. Известная личность. Выдающийся математик. Шикарнейшую монографию по теории вероятности написал. Нет, ну это, конечно, очень интересно, да. Правда? Да. Я могу дать почитать. У меня где-то есть в бумажном виде. Да нет, ты знаешь, я внесу в список литературы, которые мне нужно прочесть. Ладно. Оксана, как дела? Есть новости? Не объявился Чернокровский? Нет. Мало того, не только у его семьи телефоны выключены. Вообще у всех родственников. Бабушка, отец, два брата, жена, дети, жены, братья в племяннике. Однако. А адреса проверили? Да. Рита со Степой всех объехали. Дома никого, машины на месте. Но не могли же они так вот взять и неожиданно исчезнуть? Ну, не совсем неожиданно. Оказывается, они все на три дня отпросились с учебы и работы. Но срок истек вчера. Получается, уехали куда-то, где нет связи. Вот я тоже думала про какой-то семейный поход. Телефоны все пропали из сети одновременно. Первый день отпуска. В Соте, в села Мясники. Оказывается, Чернокровские каждый год отпуск брали на эти числа. День рождения бабушки отмечали. Три дня? Видимо, с размахом гуляли. Судя по соцсетям, да. Организацией занимался Филипп Савельевич Чернокровский, отец гроссмейстера. Ну, так куда они все ездили, там искать надо? Ну, так в том-то и дело. Каждый год это что-то оригинальное. В прошлом году они на фестиваль каннибалы-пустоши ездили, кланом отравителей были. Позапрошлым на подлодке катались. Это где это у нас можно подлодке покататься? Я тоже хочу. В Северодвинске. Шучу. В Египте они катались. В общем, Филипп Савельевич не повторялся. У Чернокровских даже хэштег был свой на эту тему. Король сюрпризов. Местная полиция о Чернокровских даже не слышала. А тут все на виду. Мы тут выяснили, Филипп Чернокровский перед отпуском машину арендовал. Полноприводный микроавтобус без водителя. И этот автобус есть на дорожных камерах. В первый день отпуска Чернокровских он проехал через мясники в сторону Кощеевой пустоши. Погоди, ты предлагаешь нам вдвоем Кощееву пустошь причесать? В таком случае нам подкрепление потребуется. Чет приблизительно тысяч пять. Просто по дороге прокатитесь пока в ту сторону. Мало ли вдруг что заметить. Ладно, попробуем. Но как минимум здесь разворачивался такой же микроавтобус. Я думаю, тот самый. Ну, а дальше, я думаю, они пошли пешком. Я говорила, я надо квадроцикл убрать. Пойдем. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Получается, пришли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это что за домик Хоббита? Разве что военного советского Хоббита. То есть бункер. Обратных следов вроде нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тишина. Я поняла. Сейчас свяжусь с МЧС и запрошу специалистов со спецтехникой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Тут почти все Чернокровские. 13 человек. Кого-то одного не хватает. ФЭС расследует исчезновение математика Владимира Чернокровского и его многочисленных родственников. Эксперты выясняют, что Чернокровский ежегодно брали трехдневный отпуск для празднования дня рождения бабушки. След приводит к заброшенному бункеру в лесу на Кащеевой пустоши. Внутри находят 13 трупов. Это вентиляционная отдушина бункера. Запечатано на глухо. Получается убийство. Чернокровских заперли и перекрыли кислород. Так, возвращаемся сюда обратно. Находим матрешку. Ломаем. Ключ был внутри. Как мы знаем, они нашли ключ, но дверь открыть не смогли. Довольно серьезный уровень сложности для любительского квеста. Получается, они все эти шарады спокойно разгадывали? А что тогда пошло не так? Сонос слизистой оболочки губ, точечное кровоизлияние в соединительных оболочках век, под эпикардом плевры, слизистых оболочек дыхательных путей, желудка, почечных лоханок, переполнение правой половины сердца и крупных вен с жидкой темной кровью, отек полнокровия мозга с точечным кровоизлиянием под мягкими оболочками. В общем, классическая картина отравления углекислым газом. Все верно. У этого мальчика организм оказался самым выносливым. Он умер последним около десяти часов назад. Личности установили? Да, не хватает только Филиппа Чернокровского. Я так и не поняла, что это за бункер. Бомбоубежище такое? Не думаю. Бомбоубежище обычно на большей глубине делают. Да и весь этот декор ядерный недавний. Даже плакат. А что тогда? Точно сказать не могу. Официальных данных нет. Видимо, забыли рассекретить. Возможно, там какое-то оборудование связи стояло, а потом его демонтировали. Подоголоски холодной войны? Угу. Почему-то тут нет компьютера. Очень странно. И квартира профессора. Да, действительно, странно. Посмотри сюда. Это же координаты бункера. Именно. Я думаю, эту карту тоже нужно приобщить к вещдокам. Карта напечатана в 87-м году. Следы Филиппа Чернокровского на ней как свежие, так и 30-летней давности. А отметка с координатами? Отметка тоже старая. Получается, Чернокровский знал об этом бункере много лет. На полиэтиленовой пленке, которой была герметизированная вентиляция, тоже следы Филиппа Чернокровского. И его же следы на плакате и на зашифрованной инструкции по поиску ключа. Что ж, получается, Чернокровский под видом квеста заманил всю родню в бункер и заживо похоронил? Вот не могли эти Чернокровские жить вместе, чтобы за полдня не осматривать четыре квартиры. А представляешь, экспертам нашим теперь четыре комплекта образцов обрабатывать. Тоже не заскучаешь, да? Слушай-ка, а Филипп Чернокровский, он кто? Тоже ученый, как старшие сыновья? Профессор, доктор филологических наук, преподаватель в местном универе, известный в узких кругах литературовед. Ну, по крайней мере, его коллег так охарактеризовали. Еще говорят, что человек он замечательный и добрейший. Ага, король сюрпризов. Прям предзошел себя. Смотри, какую прелесть наши у него нашли. Распятый отрок с пламенной сигилой на челе, с талетворным и чумным дыханием. Мир облетит на гибельном крыле. Он, нечестивый бог, он сеятель страдания. Мир захлебнется черной кровью. Ужас какой. Это что, добрейший профессор такие стихи пишет? Нет, это его дед. Спиридон Чернокровский. Боевика сер, между прочим. А, слушай, точно. Не могла вспомнить, где фамилию слышала. Это который принимал участие в убийстве гатымского городоначальника Зуботовича? Он самый. Филипп Чернокровский его вирши в семейном архиве нашел и изучал. Так сказать, популяризировал творческое наследие предка. Очень мрачное наследие у этого предка. Там все такое? Это я еще нейтральный отрывок прочитал. Там постоянно повторяется про конец света и дьявола империализма. И спасти всех сможет только автор. Слушай-ка, а может у него был манихейский бред? Ну, это когда человек видит себя ключевой точкой мировой борьбы и силы добра и зла. Я тоже так подумал. И с участием в терактах это сочетается. А что, если и внука-то унаследовал? Ну, точнее, генетическую предрасположенность к таким расстройствам. Ну, плюс психологическая индукция через стихи. Пока это самое логичное объяснение того, что он сделал. Да. Адрес. Принято, едем. Нашелся микроавтобус. Час назад попал в ДТП. Знаешь, шоссе авиатор? Степа. Степа. Я тебе на недоросле утверждаю, что машину нашли. С личами в замке зажигания. Представляешь? Покатиться решили. Как удобно-то, а? А где нашли? По заброшке на Достоевского. Так, на улице Достоевского только одна заброшка. А машина, похоже, здесь действительно стояла. По крайней мере, хотя бы в этом школьеры не соврали. Кроме следов чернокровских и школьников, в машине есть еще какая-то относительно свежая ДНК. Мужчины по базам не проходят. Не думаю, что это по-нашему делу следы. Мало ли кто этот автобус арендовал. Да и бродяга мог залезть. Слушай, ты помнишь ту смазанную полосу под жировых профессор на сидении? Я понял, что это. Это следы от ноутбука. Чернокровский ноут с собой взял. Все, зайдите, пошли. Я уж поверила, что школьники машину угнали из искренних хулиганских побуждений, а они ценные вещдуки уничтожают. Не думаю. Скорее, просто нашли ноутбук в машине и продали. Откуда ты думаешь, у них такая гора чипсов и энергетиков? Надо Галине Николаевне сказать, чтобы беседу провела. Она их быстро отучит важные детали от следствия скрывать. А заодно и энергетиками баловаться. Машел что-нибудь серьезно? Пока ничего. А ты? А я, да. Пойдем. Посмотри. Причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма. Похоже на следы падения с высоты, причем головой вниз. Да, похоже. А время смерти как минимум трое суток назад. Какой искупщик приветливый. Сразу навстречу пошел. Даже как-то подозрительно. Надо участковому маякнуть. Пусть проверит. Я предсмертную записку профессора нашел. В заметках в ноутбуке. И что он пишет? Я знаю, что буду за это проклят, но не могу оставаться в стороне. Наступает страшное время для всего мира, и только я могу спасти человечество. Подобно Аврааму, принеся в жертву свою семью и первым зайдя на алтарь. Ну, кажется, мы были правы, что Филипп тоже страдал манихейским вредом. Убил всю семью и покончил с собой. Рит, что и правда есть захотелось. Может, сходим? Смотри. Сегодня блюдо дня, а крошка с кровяной колбаской. Не, как не очень. Почему? Говорят, что столовая «Бегемот» это культовое место для гурманов в Темночащинске. Ты знаешь, я была сейчас что-нибудь сладкое подвезла. Может, кондитерскую найдем? Да. В каком смысле? Да, хорошо, едем. Слушай, полиция нашла что-то странное в Кащево-пустоши. Как связано с нашим делом? Возможно. Ну что, поедем, не солнышки бабши? А в машине-то ничего нет поесть? Масло машинное. Поехали. ФЭС расследует убийство 13 членов семьи Чернокровских. Кто-то запер их в заброшенном бункере и перекрыл доступ воздуха. Среди погибших не хватает Филиппа Чернокровского. Выясняют, что Филипп организовал семейный праздник. Его близкие должны были разгадать квест. Квест заключался в нахождении ключа от бункера. Эксперты находят следы, говорящие о том, что убийство – дело рук Филиппа. Вскоре Филиппа находят мертвого. В стройной картине самоубийства есть пару сомнительных моментов. В этой записке не хватает двух запятых. Ну, то есть большинство людей не заметили бы, но Филипп Чернокровский все-таки величина филологии. Это все? Нет. Данилов звонил только что. В десяти километрах от бункера в лесу есть озеро. Там полицейские нашли навес для праздника. Пиротехника, барбекю и прочие вкусняшки. И на всем следы профессора. То есть после квеста он планировал торжественную часть, понимаете? Ну, как-то противоречит это с умыслом всех убить. Это все странно, но если у человека реальное психическое расстройство, то в результате когнитивных нарушений могли пострадать и логика, и пунктуация. Я тоже нашла кое-что. В мозговых тканях обнаружена гематома, образовавшаяся за несколько часов до смерти. То есть, возможно, это не самоубийство? Ну, а кто тогда мог настолько на Чернокровских ополчиться, чтобы всех убить и одного подставить? Может, убить хотели одного, а остальных убили для маскировки мотива? А у вас есть варианты такого мотива против кого-то конкретно из погибших? Месяц назад один из младших чернокровских, Аркадий, попал под следствие. Вставай! Ты чего разлегся, стерля синегнойная? Ты врубайся, что натворил, шалопыга, а? Ничего не натворил. Закатай свой хлюв, шакали! Твою сестренку отымил, обсос! Ты чего не знал, что ей 15 лет? Ты знаешь, что с такими, как ты, назойник делать будут, а? Будьте, трудовые мозоли, в неожиданном месте! Понял? Денис! Денис! Очнись, Денис! У Уралова приличные порезы в лосистой части головы, но не смертельно. А парень сам полицию вызвал, все честно рассказал и сдался. А что, вымогатели по их статье возбудили дело? Возбудили, но прямых улик нет. Их адвокат гнет линию, что Аркадий сам принял турбозипам, и ему это все померещилось. Фигуранты под подпиской, но следствие идет очень вяло. Ну что же, теоретически преступники могли захотеть устранить это в Аркадии, чтобы избежать ответственности. Так, я смотрю, Ювтина вышла на охоту. А вот и Уралов. Да, точно он занял наблюдательную позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Моё почтение, мадам. Мадемуазель. Какая у вас книга полезная. Помогает? Похоже, что да. Селедка клюнула. Ничего себе кабан. Ты не могла поменьше лоха найти? Да он вареный будет, не бойся. Я ему конскую дозу дала. Зато, видно, чел при бабле. Давай, буди. Эй, Алеша! Ты что надел отверстие, а? Я, граждане, произвел оперативную видеофиксацию подготовки к преступлению. Это твоя конская доза? Да он вообще не спал. Доза нормальная. Нормальная. Просто я принял конскую дозу антидота. Так, вы бы схему сменили немножко. И так все знают, что вы используете турбозипам. Заходим. Понятые, проходим. Таким образом, Надежда Петровна, вы и ваш сообщник подозреваетесь в вымогательстве и нескольких убийствах. Вы чего? Вот этого не надо. Ну и что ж, то 23 шва у меня. Их не видно почти. Ну что, маньяка из-за этого 14 человек убивать? Ну, с одной стороны, они логичные вещи говорят. Но только как можно верить тем, кто профессионально обманывает и запугивает людей? Таким верить нельзя, конечно же. Но нужны улики. Где бы их копнуть? Схема с бункером явно не импровизация. Подготовка налицо. У преступников была информация о Чернокровских. Может, за ними следили? В ваших прошлых показаниях вы заявляете, что после того случая никаких контактов с Чернокровскими вы не имели. Вы подтверждаете это? Конечно. Чего мне с ними контактировать? Очень хорошо. Тогда как вы объясните это? Отпечатки ваших пальцев обнаружены на дверной ручке подъезда, где проживал Аркадий Чернокровский. Ну, была я там. Но не контактировала же. Ну, а что же вам тогда там понадобилось, не поделитесь? Следили? Ну, так. Присматривалась. Ну, я не чтобы убить. Просто мало ли увидела бы у них что-нибудь такое. Они же не ангелы. Просто хотела, чтобы они отстали от нас с Даней. Вот и все. И каковы результаты вашего присмотра? Да были компроматы? Да я решила с ними не связываться. У них там какая-то охрана оказалась. Я эту машину и у меда видела, где пацан учится, и у папашины работы. Машину мы нашли на камерах, но номера не читаются из-за грязи и водителя не видно. Никакой охраны Чернокровского не нанимали, мы проверили. Какие-то другие потенциальные конфликты с их участием проверяли? В процессе, но там не один случай. Например, математик Яковлев, соперник Владимира Чернокровского по шашкам, утверждает, что Чернокровский какие-то его расчеты присвоил. Математики в основном мыслят логично. Убив Чернокровских, он лишил бы себя шанса полностью доказать правоту. А еще на Владимира был зуб у бывшего директора школы, где училась его дочь. Директор за взятки хулиганов отмазывал и все гажирничал. И бывшим он стал как раз по даче Чернокровского. Это интересно. Что-то еще? Да. Лев Чернокровский, младший из трех братьев, руководил аудиторской фирмой. И как раз именно его фирма месяц назад темностроймонтаж прикрыла. Это та история с жилым комплексом на болоте? Именно. Убытки, сами понимаете, огромные. Все равно убийство этой проблемы не решает. Скорее, попытались бы подкупить или запугать. Но проверить стоит. Есть еще Елена Байер. В недавнем прошлом Елена Саблина. Она была ассистенткой Петра Чернокровского, которой отец студента Аркадия. Была увольнена год назад. Считается, что с подачи Чернокровского. Слушайте, ну, увольнение ассистентки год назад – это уж совсем как-то притянутое. Саблина получила в наследство от отца такую же машину. Степа Сритой опросили коллег Петра Чернокровского. Все утверждают, что Саблина оказывала Петру настойчивые знаки внимания. А Чернокровский это внимание довольно бесцеремонно отвергал. Все равно слабовато. Но необходимости проверок не отменяет в любом случае. Все-таки, мне кажется, зря мы к этой Саблиной привязались. Ну, видно же, что ей плевать на бывшего шефа. О, вышла замуж. Родила ребенка, выглядит счастливой. Ну, выглядит. Давно ты гаданием по фото занимаешься? Давно. Неизвестно, как там на самом деле. Например, ребенка она родила через месяц после регистрации брака. Ну и что, бывают люди по несколько детей заводят, а расписываться не спешат. Дети, они же появляются не от регистрации брака. Правда? Надо записать, чтобы не забыть. Бывают по-разному. Ладно, посмотрим. Так, а вот Саблина идет. Елена Станиславовна, если не секрет, отец вашего ребенка ваш супруг? Не секрет. Да, Ваня не настоящий отец. Он лучше, чем настоящий. Благороднее, добрее и честнее. Тогда вам повезло. Но получается, что до этого вы сделали неудачный выбор. Да, я совершила ошибку. Многого не понимала тогда. Хотя Ваня давно меня любил. Да я просто не замечала, какой человек замечательный. Что же открыло вам глаза? Ну, вспоминать не хочется. Я тогда на седьмом месяце была в депрессии жуткой. Чай будешь? Спасибо, не сейчас. Хотел купить шампанского, но тебе нельзя. А я же помню, что ты дыни любишь. Вот. Прямиком из Самарканда. Спасибо, Ванечка. Не думала, что ты помнишь. Лена, я все помню. Лена, я уже говорил тебе, что люблю тебя. И от своих слов не отказываюсь. Мне плевать на твои жизненные ошибки. Для меня ты всегда будешь самым желанным и прекрасным человеком на свете. А твой ребенок будет для меня родным. Я даю тебе клятву. Действительно, вполне благородный поступок. Я так понимаю, клятву свою супруг действительно сдержал? Полностью. Ваня удивительный человек. Я думаю, таких, как он, способных на абсолютную любовь. Один на миллион. Никогда не забуду его поступок. Я искренне рада за вас. Но давайте вернемся к делам. Скажите, пожалуйста, а кто все-таки настоящий отец? А какая разница? Я ведь не обязана этого сообщать. Ну, какая действительно разница, кто отец? Ну, ведь правда этот Саблин-то красиво поступил. Мы к бедной женщине травм берегим. Ребенка на анализ ДНК таскаем. Получается, есть все-таки разница, кто отец. Петр Чернокровский? Да, глупейший был поступок. Я мечтала Петра с женой развести. Напоила его на корпоративе и переспала с ним. И забеременела. Какая же ты дрянь. Ты понимаешь, что ты совершила? Это же уголовная статья. Насильственные действия сексуального характера. С использованием беспомощного состояния потерпевшего. Что? Да еще в корыстных целях. Не вздумай продолжать свои аферы. Я тебя в суде уничтожу. Будешь в СИЗО рожать. Я не желаю тебя больше видеть. Никогда. Не вздумай на работу в понедельник заявиться. Документы тебе пришлют. Да. Сердце он не разбил в каком-то роде. И оказался не тем человеком, которого я себе навоображала. Но это в прошлом. Это возможно и в прошлом. А вот наследство Чернокровских, которое составляет около 200 миллионов рублей, это настоящее. И наследник ваш сын. Послушайте, я ведь все понимаю. Вам же нужно убийцу найти. У меня ведь тоже муж-следователь. Но у Чернокровских хватает наследников. Семьи, жен и так далее. Самое ценное имущество было оформлено на розу Чернокровскую. Ваш сын – ее правнук. Единственный прямой наследник. А остальные почти ничего не получат. Ну, я таких тонких деталей не знала. Или знали. Ведь как удобно. Сразу и отомстили, и себе с ребенком будущее обеспечили. Вы ведь сейчас нигде не работаете. Ребенка часто у матери оставляете. Времени много свободного. Мотив-то реально серьезный. А у Толик нет. Похоже, Саблина – это действительно тупиковое направление. А помнишь, в микроавтобусе была ДНК неизвестного мужчины? Конечно. А что такое? Такая же есть в квартире с Саблиной. Это ДНК ее мужа. На комплекте одежды, найденном в вашем гараже, Иван Михайлович. Есть следы крови Филиппа Чернокровского. На той же одежде следы пыли из заброшенного здания, где вы убили Чернокровского. А также волокна от обивки салона микроавтобуса, на котором вы везли его убивать. А теперь я вас внимательно слушаю. Как давать признательные показания, я думаю, вы в курсе? Мы с Леной давно знакомы. Она мне всегда нравилась. Ваня. Ну пойми меня, пожалуйста. Я люблю другого мужчину. Сердце не прикажешь. Ну что я сделаю? Ты хороший человек и мой друг. Прости. И попробую это принять. Принять не получилось. Мне было плохо. Я ревновал. Места себе не находил. Стал следить за Леной. За мужиком ее. За родней его. Думал, как-то хитростью смогу Лену заполучить. Я получил копию экспертизы, которую Лена делала для Петечки своего. А когда узнал, что она залетела от него, он ее послал. Смекнул, что могу не только Лену заполучить, но и деньги. План очевидный жениться, а Чернокровских в расход. А потом можно и на наследство подавать. А вы не думаете, что после этого ваша жена может о чем-то догадаться? Думаю, она бы сама на наследство подала. Не выдержала бы. Призналась, кто отец. Какой нормальный человек будет молчать, если узнать, что может настолько разбогатеть. А вы притворились бы, что для вас это полная неожиданность? Конечно. Приятный сюрприз. Жениться вышло без проблем. Осталось вопрос с Чернокровскими решить. Но по одному я бы их маньячить не смог. Почему? Это сложнее и опаснее. А тут они мне сами идею подали. Точнее, идея-то их с их бункером. Чего же мы нарушаем-то, гражданин? Добрый день. Простите, но боюсь, я не очень понимаю. А что, собственно говоря, я нарушил? Будьте любезно, разъясните мне, что не так? Ну, вон. Ой-либо кто-то! Ну-льбант. Ну-льбант. А что, teleport ни rusок? Пришлось ему болячку освежить, чтобы было видно, что он при падении виском стукнулся. Даже не пришлось к нему домой лезть, чтобы последнюю записку оставить. А я думала, это любовь. Что же я за дура проклятая? Держите. Успокойтесь хотя бы тем, что брак с вами последнее приятное событие в жизни этого человека. Все, 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 все. Пятый канал представляет. Многие из вас задаются вопросом, а зачем сейчас изучать Средневековье? Все дело в том, что история циклична и Средневековье возвращается. Средневековье Возьмем, к примеру, любой современный завод, компанию или даже элитный жилой комплекс. Медик, давай выше. Это маленькая крепость со своей частной армией охранников, вассальной преданностью сотрудников и руководителем в качестве неофеодала. Используя кредиты, рассрочки, ипотеки, тарифные сетки и другие уловки маркетологов, неофеодалы порабощают людей. Будете платить за услуги, сколько я скажу. А кому не нравится, продавайте свое недвижимость. Тут еще попробуй продай. Так это, беспредельничаешь, командир? А ты пойди, пожалуйста. Современному неофеодалу кажется, что он схватил бога за бород. Однако он не понимает, если Средневековье вернется, то во всех его проявлениях. Вы представляете, что такое средневековый бунт? Средневековье вернется. Средневековье вернется. КОНЕЦ А бунт, особенно русский бунт, как известно, бессмысленный и беспощадный. КОНЕЦ 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 Документов телефона нет, но зато есть умные часы. Слушай, очень похоже на укусы змей. Да, рыбак, который обнаружил тело, сказал, что недалеко есть гнездо с гадюками. Может, жертва случайно на него наткнулась? Могика, чёрность. Нет укуса только сверху. Грудь, живот, лицо. Такое ощущение, что мужчина лежал на спине, а на него насыпали змей. Санитары, забирайте его. Мужчина мог споткнуться и упасть на гнездо. Ну, в таком случае, около гнезда должны быть следы. Громче говори и палку возьми. Я говорю, в таком случае, возле гнезда должны быть следы, а я их пока не видела. Так, а вот гнездо, похоже, здесь. А следы падения тела там есть? Нет. В смывах из гнезда гадюк нет ни одного человеческого потажевого следа. А если бы мужик упал туда, следы бы точно были. Судя по термометрии, время смерти вчера около 23 часов. Причина? Острая сердечная недостаточность. Судя по отёку лёгких, гортани, голосовым связкам, ишемическим изменениям миокарда, полнокровия внутренних органов, а также 64 укусом гадюки обыкновенной. И я готова поспорить на свою премию, что сердечная недостаточность наступила в результате действия гемолитического яда гадюки. Кроме измененных укусов, повреждений на теле есть? Незадолго до смерти погибшего оглушили шокером. Так, под ногтями микрочастицы ламинированного спонбода, прелые листы декоративного кустарника и почвы. Но на фотографии кустов рядом с гнездом змей нет. И почва другая. Я уже проверила. Неподалёку от гнезда с гадюками найден труп. Судмедэксперт ФЭС насчитал на теле погибшего 64 змеиных укуса. Создаётся впечатление, что мужчина упал в гнездо со змеями. Однако в гнезде следов мужчины нет. Зато на теле есть след от электрошокера. Матвей Фокин, 37 лет. Его отпечатки есть в базе, он делал биометрический паспорт. Слышал ли ты раньше о пое на кулей? Господи, нет. Я с мешками для трупов раньше не часто разговаривал. Это что-то из области истории? Это казнь. Жертву зашивали в мешок вместе с живыми змеями. И, похоже, здесь было то же самое. Тебя расстегнуть? Нет. У меня уже почти получилось. Паталогоанатомические мешки делают в том числе из ламинированного спонбонда. Это я знаю. Но зачем в них добровольно залезать? А потому что только что я доказал, что невозможно такие мешки изнутри расстегнуть. Можно только попытаться разорвать, оставив под ногтями следы спонбонда. Убагай! Убагай! То есть, Фокина вырубили, запихнули в мешок, запустили туда змей, застегнули молнию. Но способ убийства не самый тривиальный. Пое на кулей применяли в эпоху отечности и средневековья. Так умерщвляли отцы-убийцы. Ну, у Фокина в свете твоего рождения в графе отец прочерк. Сёпа, Ломов прислал биометрию и геоданные с умных часов Фокина. Значит, смотри, погибший был здесь около 20-ти 00. Через полчаса его пульс замедлился. Ну, наверное, в этот момент его оглушили и засунули в мешок. Наверное. Значит, в 22-25 его пульс стал частым и нитевидным, и после часы его уже не распознавали. А откуда Фокин пришёл? Ну, судя по маршруту на часах из своего дома, это ЖК Престолов. И это вот там. Пошли? Что ты там делаешь? О! Какая красота! Это дом погибшего? Ничего себе хорома! А кем работал Фокин? Последнее место работы в электриком в жилом комплексе Престолов. Неплохо зарабатывают электрики. Чтобы получить такой дом, нужно быть ещё и владельцем ЖК. Того, где он работал? Как такое вообще возможно? Погибший унаследовал ЖК от своего работодателя, Эдуарда Престолова. Год назад Престолов потерял в ДТП жену и сына. Потом впал в депрессию и умер от инфаркта. Но перед смертью он успел написать завещание и оставить его своему внебрачному сыну, которому оказался в адекто. Боюсь предположить Фокин. Абсолютно верно. А он реально его сын? Реально. ТСДНК подтвердил родство. ЖК Престолов состоит из коттеджей и таунхаусов. Меньшая часть из которых продана, а большая осталась в собственности застройщика. То есть теперь принадлежит Фокин? А ещё Престолову принадлежала управляющая компания Престолов Комфорт, которую также унаследовал Фокин. Из грязи в князи. А ты чего приходила-то? Да я хотела тебя в буфет позвать чеку попить. А, ну так Ломов тебе компанию составит. Он уже полчаса кофе гоняет. А я девушка работающая, у меня нет внебрачных отцов-миллионеров. Убийца, скорее всего, дождался, пока Фокин умрёт. Расстегнул мешок и выпустил змей. Те, естественно, расползлись. А после этого убийца вытащил труп из мешка и инсценировал несчастный случай? Да, возможно, выкинул мешок неподалёку. Опа! Нашла! Вовсе я не кофе гоняю. Вернее, не только. На страничке Фокина в соцсети полно постов о сладкой мести. Да на него куча денег свалилась. За что и кому ему мстить? Когда он был электриком, жильцы его шпыняли. Не считали за человека. Он возненавидел зажравшийся средний класс, который покупал дома в посёлке. А теперь начал портить им жизнь. И как именно? Перекапывал улицы под предлогом ремонта. Обнёс сеткой кусок посёлка на въезде и повесил бодрую вывеску. Здесь будет стоянка для фур. Землю под детской площадкой собрал создать в аренду кафе кавказской кухни. Да что, так можно было? Земля общего пользования, дороги и коммуникации ЖК фактически были под управлением компании «Кристолов Комфорт». А значит, Фокина. Экс-электрик творил, что хотел. Ну что, не весь кофе ещё выпил? Трудящимся в поте лица оставил? Даже две печеньки. В мешке есть следы прелой листва от декоративного кустарника и почвы. А ещё внутри следы змей, слюна и потажовые Фокина. Снаружи отпечатки нескольких человек, а на молнии потажовые родственника Фокина. Единственный родственник Фокина – Узен племянник отца Пётр Хорошев. Он, кстати, живёт в собственном коттедже на территории ЖК. Ну, значит, он мог по пути домой выкинуть мешок для трупов на свалку. Угу. Интересно, куда охрана подевалась? Да, хорошо, Оксана, спасибо. Слушай, мне сейчас Амелина кучу информации скинула про Хорошева. Оказывается, он не был в курсе, что у Престолова есть внебрачный сын. И после предъявления завещания на утверждение пытался протестовать документы. Престолов обосновывал завещание тем, что Хорошев не проявлял к нему должных родственных чувств и навещал его во время болезни, ну и так далее. Ну, я так понимаю, иск Хорошева суд отклонил? Да, и тогда Хорошев написал заявление в полицию, что Фокин убил отца. Но Престолов действительно болел, и после смерти его тело кремировали. А дело так и не дали ход. Хорошев работает преподавателем всеобщей истории в местном университете. Там есть медицинский факультет и анатомичка. То есть найти мешок не проблема, как ты понимаешь? Да, и все лиды казни историк знает. Федеральная экспертная служба, капитан Ласова. Капитан Данилов, вы, наверное, топорик положите и проедем с нами. Это не топор. Я снимаю фотопроект, пособие для студентов. У меня мало времени, а в чем дело? А дело в убийстве Матвея Фокина. Вероятно, вы решили взять правосудие в свои руки, но за одно и на следство. Получите. Я никого не убивал. Фото жировые следы на патологоанатомическом мешке, в котором убили Фокина, принадлежат вам. Я трогал патологоанатомические мешки всего раз в жизни. Когда? Несколько дней назад, на субботнике в университете. Там не оказалось обычных мешков, поэтому листья складывали в мешки для трубов. Куда потом дели мешки? Они еще несколько дней пролежали в сквере во дворе универа, пока скандал не разгорелся, а потом их убрали городские службы. Эти фото с набитыми мешками для трупов первым опубликовал желтый городской паблик с заголовками «Массовая смерть студентов», что скрывает руководство университета. После этого перепостили с опровержением все городские новостные сайты. Так, значит мешки лежали здесь, здесь и здесь. Пойдешь! Где же? Пойдешь. Под ногтевом содержимое погибшего было прелое листво от кустарника из университетского сквера. И почва по составу там полностью идентична. Можно? Я проанализировал фото с мешками. Один мешок пропал. Вечером на фото, размещенном желтым пабликом, он есть. А утром на фото с опровержением его уже нет. Получается, убийца увидел фото на сайте, ночью забрал мешок и использовал его для своих нужд? Да. Но хорошего не было смысла рисковать и воровать мешок. Думаю, хорошего подставляют. Найден труп бывшего электрика Матвея Фокина. Его убили, засунув в мешок со змеями. Это похоже на средневековую казнь отца убийц. Петр Хорошев обвинял Матвея в том, что тот убил своего отца и стал его наследником. Похоже, не добившись справедливости, Петр решил сам казнить Матвея. Но ФЭС считает, что хорошего подставляют. Подготовьте подписку о невыезде для хорошего. Галина Николаевна, заодно нужны документы, необходимые на изъятие машины, принадлежащую Капрестолу в комфорт. А при чем здесь машина? Опера прочесали местность вокруг университета и нашли овражек, куда убийца выкинул листья из мешка. Проверили камеры в округе? Да, Галина Николаевна, в ночь, когда украли мешок, на дороге к Обрашку засветилась машина, зарегистрированная на управляющую компанию. Кто за рулем не видно, но думаю, что убийцу нужно искать в поселке. Мне, похоже, в офисе тоже никого. По идее, по закону, нужно ждать директора управляющей компании. А где она? В Москву поехала по делам, скоро вернется. Кстати, я вызвал эвакуатор. А это что такое? Это жителей призывают на собрание, сменить управляющую компанию хотят. Да, в средние века, наверное, недовольные холопы тоже прибивали Бересту с требованиями к воротам князя. Ну, с той лишь разницей, что мы живем не в средние века, и жители ЖК не холопы. Фокин откровенно гадил жителям, но подловить его было невозможно. Он нанял юриста, специализирующегося на делах против управляющих компаний и застройщиков. Так что все его пакости были в рамках закона. Застройщики всегда боятся огласки. Надо было в сети отрубить о его подвигах. Ну, так жители и отрубили. И дотрубились до того, что продать недвижимость в ЖК стало невозможно. Никто не хочет там жить. Ну, а если всем жильцам собраться и выбрать другую УК? В теории, собственники могут сменить управляющую компанию на собрании большинством голосов. А на практике? А на практике с кем заключать контракты, как развивать поселок, сколько платить за ремонты, решали Престолов, а потом Фокин. Ведь именно у них в собственности большинство объектов недвижимости. Так они что-то типа неофеодалов. Ого! Тут повешение, отрубание головы. Я даже не знаю, что. То ли его утопить пытаются, то ли со скалы сбросить. Ну, если князь не реагирует на требования, прибитые к воротам, значит, к воротам могут прибить его самого. Угу. Держи. Судя по родимому пятно, очень похож на Фокина. Да, кто-то в своих мечтах не раз его убил. А потом перешел в Реал. Закрой солнце. Да. Есть ПЖС. Нужно найти художника. Чего, давай разделимся и бросим соседей. Ну, чего? Соседи говорят, рисовавшего не опознали, он был в Балаклаве. Ничего никто не остановил? Нет. Забор это имущество Фокина. Ну, а Фокина здесь все ненавидели. Это точно. Однажды кто-то подложил ему взрывное устройство в мусорный бак. Мусор вместе с ошметками пластика разметало по участку и перебило стекла. А Фокин? Фокин не пострадал, но виновника тоже не нашли. А вот новый хозяин ЖК после этого совсем отзверел и еще выше поднял цену. Материалы по взрыву принесли. Слушай, если убить Фокина, подставить его единственного наследника хорошего, то имущество становится вымороченным и перейдет на баланс государства. Это теоретически. Ты про статью 1151 ГК РФ? Имущество распродадут. Жителей ЖК станет больше. И они сами смогут выбирать УК и все такое прочее. Это только теоретически. На такой жирный актив сто процентов найдутся наследники второй, третий, ды всех последующих очередей. Это больше похоже на акцию устрашения. Но Фокин не устрашился. Я выделила ДНК из потужовых графиста. Принадлежат мужчине, в деле ранее не фигурировал. Опера сообщение прислали. Директор управляющей компании наконец объявился. Простите, я не знаю, кто мог брать машину ночью. Один комплект ключей всегда в офисе, а второй черт знает где. Охрану Матвей уволил. Превратил ЖК в проходной двор, что тоже, кстати, очень нервировало жителей. А раньше кто водил машину? Борщов. Главный инженер рука. Престолов очень ценил Борщова и даже продал ему таунхаус по себестоимости. А Матвей Борщова уволил. Почему? Вроде Борщов придирался к нему, когда он работал электриком. Борщов давно выставил свой таунхаус на продажу и присматривает недвижимость у моря. А среди звонков Борщова есть клиника, где лечится его жена. А что с ней? Проблемы с легкими. Из переписки Борщова с риэлтором понятно, что врачи настоятельно рекомендовали ей перес на море. Но продать таунхаус Борщов не может. Так, ну, салон машины тщательно вытерт, но на водительском коврике есть микрочастицы краски. Дай угадаю. Такой же краской нарисованы граффити на заборе погибшего. Точно. А в багажнике следы прелой листвы и почвы аналогичны тем, что были в мешке из-под трубы. Борщов живет здесь. Борщов, снайперка. Давай ты ее в обход, я отвлеку его. Руки наверх. Я не вооружен, у меня только прицел. К стене. Ага. Я просто засек движуху и стал наблюдать за улицей. Через прицел? Ну, бинокля у меня нет, а прицел со времен службы остался. Руки назад. Ага. Доставили вещи, изъятые из дома Борщову при обыске. На манках частицы взрывчатки идентичны той, которая разнесла бак Фокина. Видимо, видимо, в них Борщов готовил взрывчатку. Вы хотели взорвать Фокина, а когда не получилось, и делом занялась полиция, решили имитировать несчастный случай со змеями. Ладно. Бак я взорвал. Хотел пугануть. А то этот электрик гадил много и каждому. Но я его не убивал. Нам нужно взять у вас образец ДНК. Пожалуйста. Благодарю. У кого второй комплект ключей от микроавтобуса? У меня его точно нет. Фокин забрал сразу, после увольнения. Утажировые с граффити на заборе Фокина принадлежат мне Борщову. Но Борщов мог знать, кто рисовал граффити. В его ноутбуке есть видео с камер. Их поставили рядом с домом погибшего, нацелили на его ворота, забор и двор. Да, я оставил камеры, чтобы никто не пострадал, когда бак рванул. Видео сливалось в облако, слежка велась несколько дней. Кто рисовал граффити на заборе погибшего? Без понятия. Если ваши сотрудники просмотрели записи, то они в курсе, что этого момента камеры не засняли. За пару дней до взрыва, поздно вечером, из дому Фокина выходила Диана Улицкая. Интересно, что она там делала? Похоже, за Улицкой следили. Что связывало Улицкую и Фокина? А вы догадаетесь, чего бы это нашему электрику ставить Диану директором управляющей компании? В коммунальном хозяйстве она ноль без палочки. Зато, говорят, в постели огонь. А кто за ней следит? Вроде Юкин. Ее жених. Кстати, он парень-то резкий. Вполне мог грохнуть конкурента особо жестоким способом. Я никого не убивал! Это откуда? Баллон с краской обронил. Хотел крыльцо обновить. В этом же нет ничего противозаконного. Если мы проведем анализ, то случайно не обнаружим, что этой краской рисовали на заборе погибшего Фокина? Да, я графики рисовал. От злости и бессилия. Но я не убийца. Правда. Я вообще ваших змей боюсь. Продолжение следует... Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы всегда денежки храните в крупе? Так, я не понял, откуда у нас деньги? Ты говорила, что после покупки шубы у нас всего три тысячи осталось до конца месяца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, купюрок пота жировые погибшего Фокина. Видимо, он платил Улицкой за интим. Ну, на постельном белье Улицкой есть следы ее близости с близким родственником Фокина. У Фокина единственный оставшийся живых родственник – это препод истории хороших. Улицкая и с ним спала? Нет. Хороший вдвоюрный брат. А с Улицкой, судя по ДНК, спал сын Фокина. У Фокина нет сына. Нет. А ДНК его почему-то есть. Матвей дал мне денег и сделал директором в качестве платы, чтобы я встречалась с Владом Цаплиным. Это наш сосед, пацан 16-летний, он давно при виде меня сюда не пускал. А зачем это нужно было Фокину? Я вообще без понятия, почему Матвей заботился его личной жизнью. Потому что мать Влада приходила, скандалила, каза старая. А вы? Прикинулась ветошьем, мол, ничего не знаю, все это бред. Но, кажется, она не поверила. Слушай-ка, как же ты классно играешь, а? Спасибо. Ой, угостишь девушку водичкой? Могу угостить чем-нибудь поинтереснее. А сколько тебе лет? Давай так. Если победишь, подарю тебе всю бутылку. А если нет? С тебя поцелуй. Ну, ладно, погнали. Эх! 2-0. С тебя поцелуй. Слушай, вытри пока лицо. Не люблю потных. 3-х очков и 2-3. Перепей. Чего-то расхотелось. Пока, красавчик. Ошибка исключена. Влад Цаплин, сын Матвея Фокина и, по-видимому, Елена Цаплиной. В поковню брачных детей прибыло. Цаплиной заселились в ЖК Престолов 17 лет назад. А Фокин же был там? Да. Он как раз начал работать электриком. Я все расскажу, если мой муж ни о чем не узнает. Нам все равно придется провести у вас обыск. Так, но если биологическое родство вашего сына с погибшим Фокином отношения к делу не имеет... Я придумаю, как все объяснить мужу. Главное, вы не говорите. Пошел встал. Я вас внимательно слышу. Я скучала. Загонялась по поводу отсутствия детей. А тут Матвей пришел розетку чинить. Он тогда был постройнее, повыше. Ну, в общем... Розетки начали ломаться регулярно. Фокин знал, что вы от него забеременели? Он догадывался. Я, конечно, все отрицала. Прекратила общение. Сказала, что если он кому-нибудь расскажет, ему конец. Он смирился? Нет. Он сделал это сноцовство. И мне пришлось платить ему за молчание. Самое неприятное началось, когда Фокину наследовал ЖК. И мои деньги стали ему не нужны. Мой папаша был рядом со мной. Только я об этом не знал. Я не хочу быть как он. Я хочу быть рядом с сыном. Как ты себе это представляешь? В жизни Влада есть папа. Папа, который его вырастил. А тебя в ней нет. Это пока. Пока. У меня уже готов целый план. Сначала я исполню его мечту. Какую мечту? Мать называется. Влад влюбился в соседку. Как ее? Диана. Я куплю ему Диану. Я вообще теперь что угодно и кого угодно могу купить. На ботинках, изъятых у цапленных, частицы прелой листвы и почвы из мешка для трупов, а также микрочастицы краски, аналогичные краски забора и дорожки Юкина. А в рукаве мужской ветровки чешуйка змеиной кожи. Получается, Влад убил отца, чтобы получить наследство? Нет! Мой отец не Фокин! И что значит Фокин платил Диане? Диана меня любит! Она сама так сказала! Я только что закончила ДНК-экспертизу. Пацан не убивал. Вот жировые следы на воротнике куртки и волос в капюшоне. Принадлежат вам. Отрицать, как я понимаю, бесполезно? Вы правильно понимаете. Но вы еще можете сотрудничать со следствием. Окей, это я убила Фокина. Я хотела спасти от него сына. Фокин ведь реально купил Владу эту Диану. Вы представляете? Он купил живого человека. Он стал развращать парня. Требовал и моего внимания. Ну чего? Подумала над моим предложением? Подумала. Ответ прежний нет. Я не буду с тобой спать. И я не хочу, чтобы ты общался с моим сыном. Это понятно? Ну это мы еще посмотрим, чей он сын, когда я ему расскажу все правду. Матвей! Матвей, подожди! Матвей, подожди, пожалуйста! Ну дай мне время! Матвей! 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 Я была в ужасе. Мало того, что моей семье конец, так еще я видела, как внезапно свалившееся богатство свернуло крышу взрослого мужику. Вы представляете, что сделали бы деньги с психически неокрепшим мальчиком? Но вы же, мать, в ваших руках. Вот именно я мать. И я не могла себе позволить потерять сына. А тягаться с бездонным кошельком, это нереально. Пока правда не выплыла, я должна была убить Фокина. Откуда вы узнали обоя на кулей? Преподаватель по биологии рассказывал, когда мы змеи проходили. Гнездо я давно приметила. Я назначила Матвею встречу реки. Сделали вид, что согласны на его предложение? Типа того. Взяла ключи от машины УК, сперла мешок из универа, отловила змей. Это, знаете, не сложно рогаткой. А затем оглушила Матвея шокером. Помогите! Помогите! Зачем вы выбрали такой исторический способ убийства? Хотели подставить хорошего? Он ведь историк. И о том, что он Матвеева ци убийства обвинял, знал весь поселок. Ну и просто было приятно смотреть, как этот урод мучится. Пятый канал представляет. Уважаемый Марк Анатольевич, 25 лет вы страдали и долготерпели, демонстрируя верность и преданность в служении нашим идеалам. За это вам полагается награда. Обернитесь. Да, это вам. Ключ под красным камнем. Выпейте там за мое здоровье. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Дима! 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 О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Выпейте тогда. За моё здоровье. Убийца пива кровь? Похоже на то. Ты знаешь, Лень, судя по степени раздражения трупов, даже учитывая то, что здесь достаточно прохладное, это он делал явно не вчера. Минимум неделя. Угу. Неплохо было бы ключик безверг с ним переизъять. Уже? Красавчик. Пособи-ка. Где-то я такое же видела. В каком смысле такое? В прямом, к сожалению. Смотри. Обалдеть. Тоже способ подвешивания, те же узлы, такой же скальпель. Даже бокал точно такой же. Сколько лет этим фоткам? Двадцать пять. Это что ж получается? Двадцать пять лет, убийца, где-то прятался, а теперь проявился? Ну, прятался этот убийца в колонии. Вот он. Марк Шаров. Отвал наказания за совершенные им пять убийств. Пять? То есть он не всех парами убивал? Парня из последней пары жертв удалось спасти. Я так понимаю, теперь Шаров на свободе. Вышел полтора месяца назад. Здорово. Чего хочу? Привет. Меня нормально слышно? И видно тоже. Чего хочу? Что-нибудь окрашенное красной краской. Видишь? Да ну не на мне. Вокруг себя. На ключе от бункера чешуйки красной краски. А вокруг? Да и нет особо. Красный камень подойдет? Вон, глянь. Приобщи его к уликам. В бокале и на скальпеле следы крови погибших. Юноши и девушки. На скальпеле под живые следы серийного убийцы Марка Шарова. Также его отпечатки пальцев на ключе от бункера. Похоже, мусор даже не шифровался. Надо немедленно найти Шарова. Мы занимаемся этим. После освобождения он вернулся в родной Готымск. У него там квартира, наследство от бабушки. Встал в учет, приобрел смартфон. А через десять дней снял автомобиль. По GPS-датчику удалось проследить его маршрут до того самого бункера. Машина простояла там сутки, после чего направилась в Ломайский район. Координаты данные нашим отправили. Я думаю, что Шаров еще не шарит в современных технологиях и криминалистике. Все-таки четверть века в колонии. Я не была бы столь оптимистична. Может, он машину просто бросил и отправился куда-нибудь в Сибирь. В окрестностях Готымска находят трупы юноши и девушки. Они подвешены за ноги, у обоих перерезаны горло и запястья. На хрустальном бокале и скальпеле, которые обнаружены рядом с трупами, их кровь. Эксперты выясняют, что 25 лет назад аналогичным образом убивал своих жертв серийный убийца Марк Шаров. И полтора месяца назад он вышел на свободу. Закончил, Валя? Да. Ну, в общем, Галь, смотри. С учетом того, что температура в бункере составляет около десяти градусов Цельсия и при имеющихся следах разложения, смерть юноши и девушки наступила около десяти дней назад. Сексуального насилия не было? Нет. Девушка вообще половой жизнью не жила. Ясно. Извини, я перебила. Причина смерти – потеря крови? Да, все именно так. Кровь покинула тела через порезы на шее и запястьях, которые были нанесены при помощи скальпеля. Хорошо бы узнать, кто они. Так их отпечатки есть в базе. Юноша – это Дмитрий Попахин, девятнадцать лет. Работал конюхом на конезаводе в Подмосковье. А девушка? Ирина Карельская – дочь владелицы косметической клиники «Лара» Елены Карельской. Ирина Карельская занималась верховой ездой в конюшне, где работал Дмитрий Попахин. Они дружили. Сорок дней назад Ирину объявила в розыск ее мать Елена Карельская. Тогда же выяснил, что и Дмитрий Попахин тоже пропал. Подростки сбежали из дома вместе? Полиции предполагали, что так. Девушка симпатизировала конюху. Ее мать не одобрила бы такой мезальянс. Сама Елена Карельская считала, что Попахин похитил ее дочь. Ну, и их искали. По всей стране все это время. Ну, теперь вот, получается, нашли. Надо вызывать матерей на опознание. Ну, су! Что там по навигатору? Километры еще? Что встали-то? Давай дальше пешком этому тачку выберем. Ну, давай. Это у меня все-то тошнить начало. – Михалыч! – Да? Вот еще возьми. Лень, нас можно поздравить. Есть следы крови Карельская и Попахина. И отпечатки Шарова тоже есть. Мобильник его там? – Нет. – Черт. Да, я слушаю. Мобильный Шарова включился в той же соте леса в тот же день, когда там припарковалась арендованная им машина. – Это понятно. И что, больше не включался? – Нет. Кстати, ты не встречал там где-нибудь следов лошади? – Лошади? – Да нет, вроде. А что? – Красный камень, который был рядом с бункером, покрашен красной краской. На ней есть слюна лошади, из которой удалось выделить ДНК. – И что, какая-то лошадь его облизала, что ли? – Не облизывала, даже не красила. Следы попали на камень именно в момент окрашивания. После донесения первого слоя краски и донесения второго. Ну, так, зафиксировались. – Допустим, а что тебя эта лошадь-то так интересует? – Лошадки красивые. Ну, вообще, странно. С одной стороны, лошади в деле есть, Папахин конюх. Но с другой, не сам же он красил камень, под который был спрятан ключ для серийного убийцы, который его убил. – Так-то да. – В общем, надо будет наведаться в конюшню, где работал Папахин. Возможно, с ней как-то связаны Шаров. – Наведаемся. Спасибо, братан. – Михалыч. – Да. Похоже, это та же веревка, на которой висели убитые. Это понятно. Только где нам теперь его самого искать? Высшие силы побуждали меня пить юную кровь. Мне было очень тяжело с заточением. – Прям захотелось пожалеть бедолагу. – Слушай дальше. Но после освобождения высшие силы сделали мне подарок. И я испил крови преподнесенных мне жертв. Но когда опьянение прошло, я понял, что снова совершил преступление. Осознал, что он должен жить. И решил покинуть этот мир. – Может, и правда жаль его. Ну, явно же ему лечиться надо было. – А двадцать пять лет назад вопрос о его меняемости не ставился? – Слушай-ка, в части протоколов его допросов были упоминания высших сил, побуждавших его пить кровь. Но в других показаниях он говорил, что про высшие силы пошутил. Было решено, что он пытался имитировать невыменяемость. – На самом деле, видимо, высшие силы запретили ему о них рассказывать. – Да. Но как и почему он похитил и убил именно эту парочку? – Нужно будет проверить все перемещения Шарова сразу после его освобождения. – Ничего себе, красавица. – Это мать Ирины Карельской, ее бабушка. – Бабушка? Ей же лицо. – А по паспорту шестьдесят три. Она светская дива и является лицом косметологической клиники своей дочери. – Да, это Ира. – Да, это Ира. Проходите, пожалуйста. Вот к этому столу. – Юра Карельская училась в частной школе, рядом с загородным поместьем, в котором живет семья. Ездила с водителем под охраной. И в школу, и обратно. И в конюшню, и обратно. – Это по информации от матери? – Да, но перемещение мобильного соответствует. – Ну, его же можно дома оставить. И в какую-нибудь дыру в заборе выскользнуть. Из дома же она ушла без мобильного. – Угу. И слепых зон там в системе видеонаблюдения немало. В день исчезновения она покинула поместье, не попав на камеры. А что с перемещением кониха Папахина? На камерах он тоже не засветился. – Зато его мобильный подключался к Wi-Fi сети поместья в ночь исчезновения девушки. – Был там, значит. Может, и правда похитил? – А с Шаровым он не общался? – Ну, пока не нашла никаких пересечений. Ни с Папахиным, ни с Карельской. – А на городских камерах Шарова нашла? – Да. Ну, по записям не похоже, что Шаров за кем-то следил. – А вот за ним следили. Смотри. – По моим подсчетам, смерть наступила около девяти дней назад. – То есть через сутки после смерти Карелиной и Папахиной? – Ну да, примерно так. – Это соответствует времени написания предсмертного сообщения? – Строгуляционная борозда также соответствует картине самоповешения. – Но тебя что-то смущает? – Кровь в его желудке. – А что с ней не так? – Труп, конечно, не свежий, следов разложения много, но кровь практически не подвергалась перевариванию. И ее литр. – А сколько должно быть? – Ну смотри, в телах убитых не хватает четырех литров на двоих. А на месте происшествия нет ни луж, ни впитавшейся крови. Наши это проверяли специально. – Ну… – Я, конечно, понимаю, что он мог взять кровь с собой, мог утилизировать в другом месте, мог сохранить, чтобы выпить позже. А после того, как он выпил литр, повесился. – Это кажется мне абсолютно странным, согласись. – Соглашусь. – Прикольно, однако. – Что? – Человек, следивший за Шаровым, и человек, выживший после его нападения 25 лет назад, одно и то же лицо. – Прикольно. – Фарух осыл Муратов. – Я глубоко убежден в том, что серийные убийцы не могут быть интегрированы обратно в общество. – Изоляция серийных убийц должна быть вечной. И это основной постулат в моей новой книге. – Извините, пожалуйста, за беспокойство вас. Я так понял из вашей пламенной речи, и книга ваша об этом же, что серийных убийц необходимо убивать. – Это так? – Нет. В гражданском обществе не принято убивать, но они никогда не должны выходить на свободу. Никогда не должны выходить на свободу! – Не горячитесь. Я из федеральной экспертной службы, майор Майский, предлагаю продолжить эту дискуссию в наших мстеприимных стенах. – Думаешь, он мог убить Шаров из мести? – 25 лет назад Шаров убил его любимую девушку, а Солмуратов так и не женился. То событие стало травмой, определившей его жизнь. – Ну да. Книги про серийных маньяков и убийц начал писать. Интервью у них берет. – Ну, и на психолога выучился. – Что с ним? – Слушай, а может, у него тоже с психикой проблемы? – Ну… – Слушай, сосредоточьтесь на болезни. Те не могла привести к таким последствиям. «ФЭС» расследуют убийства Ирины Карельской и Дмитрия Папахина. подозревают серийного убийцу Марка Шарова, который полтора месяца назад вышел на свободу. Шарова находят мертвым. Выясняют, что за Шаровым следил Фарух Асилмуратов, единственный выживший после нападения Шарова 25 лет назад. Ё-моё! Тихо, 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 тихо! Что тут происходит? Галина Николаевна, каким-то образом скальплю, что за претушил? И хотел зарезаться! У меня паническая атака! Метод систематической десенсибилизации! Спокойно, Андрей. Скальпель Шарова, триггер для Фаруха Николаевича. Используя его заменитель, он тем самым снижает чувствительность к предмету, вызывающему тревожность. Но проходной охранники нашли у Фаруха Николаевича этот предмет. Он объяснился, и мы разрешили его носить при себе. Он совершенно безопасен. Возьмите, пожалуйста. Резиновый. Мне друзья сделали. Ну, мы не знали. Извините. Могу предложить медикаментозную поддержку. Спасибо. Не надо. Ну, идите, работайте. Простите, пожалуйста. Все-таки этот посыл Муратов странный. Есть такой. Вот с самого начала странный. Что за имя такое? Фарух Николаевич. А, он про это в одной из своих книг объяснял. Мама его растила одна и была отчаянной фанаткой балет. И что? Ну, родила от мужчины по имени Николай, а сына назвала Фарухом. А если б девочка родилась, назвали б Майя? Видимо. Не знаю. Мне кажется, этот странный Фарух Николаевич мог убить Папахина и Карельскую, лишь только для того, чтобы доказать, что его мнение по поводу усиленных убийц единственное верное. Да, я следил за ним. Надеялся предотвратить его новое преступление. Не смог. Ушел он от меня, гад. Вскрылся дней десять назад. И больше я его не видел. Уверены, что не видели? Ой, а Серега-то с Леней уже перекусили? У них сегодня сухпайок. Отправлены искать следы Шаровой, а сыл Муратова вокруг поместья Карельских. Надо же выяснить, как Карельская и Папахин в бункер попали. Елена Андреевна, к вам пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы молодцы. Мы из федеральной экспертной службы. Старший лейтенант Суботин, я майор Майский. Извините, что отрываем вас от завтрака. А на завтрак у нас таблетки. Карина, мы все пьем витамины. Это очень полезно для здоровья и красоты. Вы же хотите быть такими же прекрасными, как бабушка и мама. Тогда нужно хорошо спать, правильно питаться и быть физически активными. И контролировать дефициты витаминов и других важных элементов, чтобы своевременно восполнять их корректировкой питания и препаратами. Мы по делу к вам. Нам бы осмотреть комнату Ирины. Я провожу. Будьте здоровы. Приятного аппетита, детишки. Спасибо. Такие красивые у вас дочки, Елена Андреевна. Я знал, что у вас 12 детей, но одно дело знать, другое дело видеть. Да еще и с такой мамой. Сохранить в молодости и красоту, родив 12 детей, по-моему, это подвиг. Убы своих девочек я не рожала. Диагноз по женской части. Подождите, как? Они так на вас похожи. Это же ваши родные дети? Родные и бесконечно любимые. Но рожали их суррогатные мамы за достойное вознаграждение по абсолютно законным договорам. Ага, да мы же не оспариваем. Скажите, а вам не приходила мысль, что для Ирины, женщины, которая ее фактически родила, как вы говорите, суррогатная мать, могла быть важнее и дороже, чем вы, мать законная? Со всеми суррогатными мамами мы расстались без претензий. Но, разумеется, когда Ирина пропала, у нас была такая мысль. Так, и? Та женщина, которая родила Иру, сейчас в Турции, замужем. Около пяти лет не была в России. Мы проверили. А ваша дочь любила лошадей? Да, это ласточка. Любимая лошадка Ира. А она содержится в той же конюшне, где работал Дмитрий Попахин? Там. Лень, на внешней стене дома есть слюны Иры. Получается, ваша дочь покинула отчий дом через окно. Нехорошо говорить плохо о покойном, но я не могу его не винить. Я уверена, что это он подбил мою девочку на этот ужасный побег, из-за которого они вляпались в эту ужасную историю с маньяком. Спасибо, вы нам очень помогли. Ну, что там эта сурмама? Да, она действительно в Турции. И вообще, с трудом Ирину вспомнила. У нее мнезия, что ли? Как можно забыть про роды? Она в те годы рожала на заказ. Это был ее постоянный заработок. Родила не меньше пяти детей. Если честно, вообще не помню сколько. Да, жилища Папахиных да поместья Корейских, конечно, далеко. Ну, а как ты хотел? Его мать, считай, одна пятерых поднимает. Это при зарплате-то 30 тысяч в месяц максимум, я думаю. Хорошо то, что уже и мальчишки с девчонками в разных комнатах ночуют. А то, что у парня личных вещей мало, так это и неплохо. Опять же, порядок проще поддерживать. Ты мотай на ус. Да я мотаю на ус. И во весь этот минимум отлично вписывается фото Иры на ласточке. И у хмылки младших братьев понятно, что, скорее всего, он был влюблен в нее. Но как со всем этим я не могу понять, связан шарф? Да не заморачивайся ты. Сейчас спокойно дождемся эту красавицу с выездки. Оформим все как надо. Образцы в контору отправим. Глядишь к вечеру. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Крючевой, прояснится. Пойду примерю. Где тут расписаться вам в инвентаре? Короче, между слоями краски На красном камне слюна ласточки ДНК совпало Ладно Значит, в итоге мы задерживаем ласточку или нет? Ты погоди Там между слоями краски были микрочастицы травы И почвы еще Идентично есть пробок с копыт ласточки Причем в объеме, который позволил установить состав почвы И сочетание пяти видов травянистой растительности Ну, мне уже страшно Дальше что ли? Трех из них на территории конюшни просто нет Не растут И красной краски В пробах с конюшней тоже нет Ясно А следы Шарова и Ассала Муратова? Я тебе про это ничего сказать не могу Серег На седле и упряжи только следы Папахина и Ирины Карельской Следов Шарова и Ассала Муратова нигде нет Да Я тебя еще больше порадую С камерами видеонаблюдения в конюшне тоже не очень Очень много слепых зон А на тех записях, что есть Тоже не Шарова, ни Ассала Муратова нет Я считаю, что вам нужно найти сочетание пяти видов растений Чтобы проследить, возможно, маршрут ласточки Ты в себе вообще? Ты как себе это представляешь? Да ну очень просто Я вам пришлю дрон Оборудованный камерой С высоким разрешением Ну если только так Ждем А ласточка где? За углом Как думаешь, у нас получится? От тебя она не сможет скрыться Просто не посмеет О, это ж... Ну, судя по следам, ласточка некоторое время тут стояла Или другая лошадь? Возьмем, пробуем, проверим Со мной Так, ребятки Ну, ребятки О, это тоже проверим Но похоже на волосы Ирины И нить из рубашки Попахина Так У непросматривающейся камерами калитки с территории конюшни Следы ласточки тоже есть Что у нас получается? Ну, что получается Получается, что Попахин Вывел лошадь из конюшни Приехал сюда, ее стреножил Чтобы не ускакало Помог Ирине выбраться Из дома, из участка И они Сильно лошадью уехали А потом юноша и девушка оказались В бункере в другом районе А ласточка оказалась в своей конюшне Подозрительно Думаешь, это Она их? Кто она? Ну, прикинь Конюх, плохой-плохой Наездница, плохая-плохая Если что предъявят, то я лошадь, я в стойле Прекрасное алиби Следов Шарова и Савамуратова Ни тут, ни у Калитки нет Ага Есть потенциально подходящая локация У небольшой лаборатории На окраине владений Карельских Там земля еще их Но участок изолирован От жилой территории поместья А что там за лаборатория? Карельские финансируют исследование Биохимика Виктора Белкина В области гомихиральности живой материи Мы с мамой считаем своим долгом Делать посильный финансовый вклад В развитие чистой науки Похвально Я только не понял Простите, что такое вот эта Гомохиральность, да? Что это такое? Некоторые молекулы в растворе Могут вращать плоскость Поляризации проходящего света Происходит это потому, что Одно и то же вещество может Существовать в двух пространственных формах Стереоизомерах Левых и правых Первые вращают Плоскость поляризации Проходящего света влево Вторые вправо А в остальном Стереоизомеры одинаковы Как точнее зеркальные Как левая и правая рука Это явление называют Хиральностью Как интересно Да, очень Пытаясь разгадать загадку Гомохиральности биополимеров Биологи из Уханьского университета Разработали математическую модель Основанную на гипотезе О мире РНК Согласно ей Первыми живыми полимерами Были Рибонуклиновые кислоты Катализирующие собственные Химические превращения Но Тайна гомохиральности Живой материи Не разгадана до конца Все еще не ясно Как появились левые белки Вот Над этой задачей Я и работаю Виктор гений Трава та самая Почва тоже Есть биологические следы ласточки Что она там делала? Пыталась понять, что такое Гомохиральность живой материи? А я, кажется, нашла Что? В ту ночь, когда пропали Папахина и Карельская Можно было наблюдать комету Самое удачное место для наблюдения На 20 километров вокруг Крыши лаборатории Белкина Минимум света И довольно-таки высоко Да, они здесь были Допустим Наблюдали они отсюда Эту комету самую Ну, как увязать С этой кометой Их гибель, да? Может, они каким-то образом Помешали нашему гению Проводить исследования И он решил их убить? И краска там есть Красная? Да Камень явно красил К лаборатории Белкина Надо обыскивать там все В вашей лаборатории Найдены микроследы крови Ирины Карельской И что? Все Карельские регулярно сдают кровь На биохимию Елена и Лариса Очень трепетно относятся К контролю дефицита витаминов Заботятся, чтобы дети Росли максимально здоровыми Они сами тоже Сдают кровь на дефициты И витамины принимают Я делаю для них анализы Это несложно Дмитрий Попахин Тоже кровь на анализы У вас сдавал? Да Ирина попросила Хватит лгать, Белкин В памяти вашего компьютера Нашли координаты бункера В котором были обнаружены трупы Не понимаю О чем вы говорите? Что хотите Делайте Хоть на атом это все разберите Нужны улики Иначе он вывернется Понял Принял Там что-то есть Леня Спрятанная лаборатория была у него, конечно, капитальная Вход накрыт по тайным люкам Облицованный керамогранитом И коронирован от обнаружения На плане здания этого подвала я не видела Его там и нет Наши его нашли только потому, что полметра этого подвала выступали из наружной стены О Да ладно Что там? Я нашел серийного убийцу Марка Шарова Который резал своим жертвам горло и пил кровь Выяснил, что он не исправился Лично не общался, анонимно справки навел И связался с ним от имени высших сил Уважаемый Марк Анатольевич Двадцать пять лет вы страдали И долготерпели Демонстрируя верность И преданность служения нашим идеалам За это вам полагается награда Да, это вам Ключ под красным камнем Выпейте там за мое здоровье Шаров, конечно, совершенный псих был Поехал в лес по координатам высших сил Нашел там сервированный стол По плану он должен был убить их сам Но он сдержался Ну и зря Так хоть бы удовольствие получил Мне пришлось выпустить им кровь самостоятельно А потом имитировать самоповешение Шарова В другом районе Увидите Только непонятно мне Зачем вот это все надо было? Зачем вот это все? Лучше бы этого и не поднимать Если честно Ваша мать рано стала вдовой Очень богатой Она никогда не работала И для нее были очень важны красота и молодость Вы получили образование Открыли косметологическую клинику Ваша мать является ее лучшей рекламой Но старение процесс неизбежный И когда косметологических ухищрений перестало хватать Вы начали делать ей переливание плазмы крови молодых доноров Белкин помогал вам получать плазму надлежащего качества А кровь под предлогом еженедельных анализов Вы брали у собственных детей Все улики, подтверждающие это, найдены в лаборатории Белкина В том числе и остатки плазмы крови вашей дочери Ирины Я люблю свою маму Мама, мамулечка, ну что ты делаешь? Лена, пусть Я не могу Я не хочу становиться старухой Ты не старуха Ты самая красивая мама Я тебе обещаю, я все сделаю После переливания моей плазмы Мама почувствовала себя лучше, красивее и моложе Но я понимала, что крови, которую я могу отдать матери Не жертвуя своим здоровьем Не хватит А идеально подходящая кровь родственная Я сама готова была отдавать свою кровь матери И отдавала И для моих детей это нормально Ирина это нормально мне сочла Завтра надо побольше крови взять Омолаживающее переливание маме пора делать Да и мне тоже Еще пациент приедет, зайцев Хватит на три Если взять у старших по 450 Скажем, нужен развернутый анализ на гормоны Ира Мама, да как ты можешь? Мы для тебя просто доноры жизни Допустим, они поклянутся, что никому не расскажут Не поверю Конюх этот безродный Наверняка денег тянуть станет У Иры характер слишком подвижный Еще и пубертат Мы фамилию пациента называли? Да, вроде Черт Если мы его подставим Убьет и не поморщится Мне нравится моя жизнь Нужно обставить все так, чтобы их гибель не связали с нашим домом Я над этим подумаю У меня не было выбора Выбор есть всегда И вы свой сделали В пользу аморального метода омоложения Эффективность которого даже не доказана научно Есть исследования гарвардских ученых Доказывающие эффективность данного метода На мышах Но люди не мыши Хотя при отсутствии нравственных устоев Уже и не люди Придется самому их резать Во всем есть свои плюсы Можно часть их крови до начала имитации слить Не пропадать в добру Пятый канал представляет Смотрите Вот его окна Второй этаж Хорошие рамы Все аккуратненько Кхе-кхе-кхе Так и не скажешь Что хозяин этой квартиры Убил Тридцать семь Женщин О, а вот его вдова идет как раз Все Так Наталья Здравствуйте Это я Егор Кстати, я вас сразу узнал Вы что, болеете? Нет Это просто обычная простуда У меня даже Температуры нет Вот деньги Как обещал Не мусорить Не дебоширить Музыку не включать Хорошо А вы мне покажете, что как в квартире? Нет, я подниматься не буду Сами все увидите В комнате неисправна проводка Свет есть только в прихожей и на кухне Извините, а можно вас спросить Насчет вашего мужа? Это правда? Нет, утром ключи положите в почтовый ящик Все, ключи у меня Надеюсь, от посещения логова маньяка Я испытаю подлинный животный ужас Погнали Девушки отдыхают Вот так выглядит квартира Серийного убийцы А я, как настоящий хоррор-турист Собираюсь провести здесь целую ночь Да чтоб тебя И этот ключи на сувениры утащил Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вставай на выход Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смотри, жертва Егор Ильич Ушаков Молодой студент Учился на маркетолога, несудимый Ну, в общем, приличный парень Приличный бы в кино пошел или в театр А не в квартиру к серийному убийце Бывший хозяин квартиры Михаил Воробьев Маньяк Душитель На его счету 37 жертв Задержали его 3 года назад Последняя жертва попыталась сбежать Поэтому Воробьев не успел избавиться от тела Его отследили по камерам При обыске в его квартире было найдено 37 прядей женских волос Одна из прядей принадлежит последней в жертве Трофей, понятно Где Воробьев сейчас? Умер 3 месяца тому назад От рака на зоне для пожизни осужденных При расследовании выяснилось, что он был женат И приобрел квартиру, будучи в браке Жена Воробьева Наталья Несудимая, продавец в магазине Поженились они в юности Вскоре разбежались, но формально не развелись Но продать нехорошую квартиру Она сможет только через полгода После его смерти То есть через 3 месяца Граждане понятые Внимание на мой палец Тому, кто из этой квартиры возьмет хоть один маньяцкий сувенир Помяните мое слово Тому 7 лет счастья не видать Внешних повреждений на трупе не видно Я думаю, сходу так вот определить причину смерти будет невозможно Ладно, что забираем? Все вещи, на которых есть пальцевые следы Ушакова Родители оповестили уже? Отец с матерью парни умерли 3 года назад У него никого не было Мы с Воробьевым, с Мишей Поженились в юности по приколу После ссоры разъехались Последнее, что я сказала ему Ну и разводись со мной, если хочешь А он, видимо, не захотел Почему вы не подали на развод? То некогда, то лень Если бы я второй раз замуж собралась То да, конечно, я бы занялась разводом Но замуж меня так и не позвали И вы не интересовались судьбой вашего мужа? Нет, никогда Я жила в других городах, о прошлом не думала Последние 5 лет вы жили в Подмосковье? Жила С мужчиной Он обижал меня Поколачивал, изменял Я терпела-терпела, не выдержала Ушла Нашла работу, сняла квартиру И вдруг ко мне приходят люди в погонах И говорят, что мой муж серийный убийца Я вообще сначала не поняла, про кого они Я бы тебя и не узнала Ты 20 лет прошло Я бы тебя не забыл Миш, ты прости, что тогда так все получилось Наташ Наташенька Я оформлю развод Чш-ш-ш Не шуми У меня есть квартира Ты моя наследница Подожди А при чем тут наследство? Ты что, болеешь? Я на зоне-то долго не протянул Какая же у тебя красивая шея Следователь сказал мне Оденься эффектно Чтобы шея видна была Я потом сообразила Это он Воробьева так расслаблял Мой, простите, муж После наших встреч давал показания Делился подробностями Следователю того и надо было А то, что у меня пульс 120, ему плевать Потом меня нашли журналисты Предлагали деньги, чтобы попасть в квартиру Потом блогеры ходили Просто ненормальные какие-то И вы их всех пускали? Ну а куда деваться? Деньги нужны За эту квартиру страшно Ищу коммуналку платить каждый месяц Когда Воробьев на зоне помер Я, честное слово, выдохнула И как вы планируете распорядиться этим имуществом? Вступить в наследство, продать ее Уехать от греха подальше Фамилию сменить ФЭС расследует гибель студента Егора Ушакова Его тело обнаружили в квартире Маньяка Михаила Воробьева Квартира пуста Но вдова Воробьева Наталья Пускает за деньги всех желающих Егор уверял ее Что хочет на спорт с друзьями Переночевать в этом жутком месте Слизистый глаз желтого цвета Екатеричный склер Свидетельствует о повышенном белирубине Возьму образец крови Для спектрального исследования У Егора Ушакова была подружка Вика Виктория Гущина Она звонила ему сегодня утром А где она сама? Судя по GPS У себя дома Отправлю информацию операм Жена Воробьева В каждом интервью повторяла Что с мужем не общалась И про убийство не знала Да, вся такая растерянная В разгар популярности Брала по 50 тысяч сноса За посещение квартиры А вот Ушаков Судя по переписке Заплатил ей 20 Упали доходы у вдовы А зачем Ушакова туда понесло? Он хотел развивать свой канал Посвященный хоррор-туризму Это когда таскаются По всяким жутким местам Начиная там от замка Дракулы Заканчивая квартирами серийных убийц Нервы себе щекочут Ну понятно Хотел зарабатывать на страшилках Значит Последнее видео записано Без пяти минут двенадцать Ушаков снял себяшечку На фоне часов Типа он попробует уснуть там Где спал серийный душитель Он говорил вам про свой канал? Нет Если бы я знала, что он блогер Я бы в два раза больше взяла В три Оказывается, Ушаков был в квартире не один А с Викторией Гущиной Она пришла через двенадцать минут после него Пробыла минут двадцать и ушла До площадки есть камера? Нет У соседки установлен видеоглазок Березин ее сейчас опрашивает Прошу ж мне видео? Спасибо А в своих видосах Ушаков подружку Даже и не вспоминал Как будто он весь такой одинокий ковбой В страшном логове маньяка Ну, ясное дело Уже снимал видео для своего личного канала Слушай-ка, Тукаев просит зайти к нему за кровью И желудочным содержимым А на мне Спектрометрия, токсикология Его еды и чая А причину смерти он установил? Он подозревает отравление Угу В эту квартиру кто только не таскался И журналисты, и шпана И колдуны Вот и поставила видеоглазок Посмотришь иной раз Такие страшные Что, страшнее вашего соседа? Да вы что? Мишин золотой человек был Да вы что? Мишенька А у меня миксер сломался Может, глянешь, как будет свободная минутка? Да давайте посмотрю, Алектина Борисовна Со мной сижу дома Делать нечего, чай гоняю А я пирожок испекла С малиной, вкусный Будешь к чаю? Слушай, ну С удовольствием Давайте И миксер мне починил И кран И лампочки Сколько раз менял Я до последнего не верила Что Миша Такой Вы знаете Вот именно так и ведут себя Настоящие маньяки Со своими соседями Сослуживцами Родственниками По-научному Это называется Маска нормальности Ну, чтобы не привлекать К себе внимание Ну, не знаю Уж если кто и не нормальный Так это его жена Наталья А это почему? Ну, не знаю Какое-то тревожное чувство от нее Неприятно Острое отравление мышьяком И это не еда И не питье Ушаков его вдыхал? Да Картина отравления Была замаскирована простудой На фоне ОРЗ Было воспаление Отек в слизистых Кстати Симптомы отравления мышьяком При вдыхании Тоже похожи на простуду С ним в квартире была еще девушка О, господи А где она? Жива? Жива Везут на допрос Может быть, она что-то прояснит Все сходится В крови у Ушакова есть мышьяк А вот в желудочном содержимом нет Соединение мышьяка воняет чесноком У него же был нос заложен Так, надо установить все перемещения Ушакова В день смерти Могут пострадать другие люди Мышьяк? А я тоже отравилась Для этого мы и взяли у вас образец крови Чтобы понять Виктория, скажите Вы вчера весь день провели с Егором? Почти Утром в одиннадцать Егор приехал ко мне домой Он был уже простужен? Да Я ему говорила остаться дома Полечиться Но он упрямый Температуры нет Значит, здоровый Мы погуляли в парке Потом перекусили в кафе Потом опять погуляли по городу Потом кофе пили Зашли в книжный В аптеку А потом Егор пошел за ключами А вы? А я не светилась Чтобы хозяйка не потребовала деньги еще и с меня Вы собирались переночевать в этой квартире? Я? Нет, конечно Я вообще всю эту жуть не люблю Я думала, мы придем туда Егор быстро поснимает И мы уберемся оттуда Вот, мы сегодня будем здесь ночевать Егор, хватит Пошли отсюда Ну, нет, привыкай Нам часто придется ездить на местах катастроф Убийств и аварий Хватит И вообще Мне кажется Что в квартире Кто-то кроме нас есть Подожди, я его чувствую Это призрак Воробьева Вот он Где? А, только призрак на булочку Господи, Егор Нельзя так шутить Пошли отсюда Нет, я не поискую никуда Я 20 штук за что отдал хозяйке Чтобы час поснимать и уйти Мы остаемся на всю ночь Ты меня хоть капли любишь? Люблю, но из квартиры не уйду Тогда я уйду Как хочешь Обычно мы с Егором ладим Мы уже полгода вместе И никогда не ссорились? Так? Никогда Я все понимаю У Егора нет родителей Он сам себя обеспечивает Ищет подработки Он думал, что этот канал Принесет ему кучу денег Мне просто стало там жутко В крови гущенной есть мышьяк Но в мизерном количестве Как у многих людей Он присутствует и в обычных продуктах питания Девушка устрица объелась А про мышьяк в белом рисе слышал? И в злаковых батончиках Мышьяк из-за пестицидов В почве, где росли злаки Ядрен батон А я вчера плова навернул Вот столько Ну, вообще-то сахар переводит мышьяк В нерастворимые соединения Предлагаешь полечиться от плова тортиком? Отличная мысль Мы взяли пробу воздуха и воды Из квартиры Воробьева Из квартиры, где жил Ушаков При обыске нашли что-то? Да, ноутбук Ушакова И договор об аренде банковской ячейки Юля оформляет постановление на изъятие Зад заберем Держи В воздухе из квартиры Ушакова и Воробьева Повышенное содержание мышьяка А еще ртути, кадмия, хрома, никеля, марганца Ну, свинца Тяжелые металлы Это подарочек оживленной автотрассы Да, и по первому адресу, и по второму Но не настолько же, чтобы взять и умереть У тебя что? Ушаков месяц назад купил себе навороченный ноутбук Чтобы монтировать видео для своего канала Купил с рук за наличные А откуда у студента-сироты такие деньги? Совершенно непонятно И никак не бьется с его доходами А еще он надиктовывал голосовые И отправлял сам себе что-то типа черновиков Следствие не исключало, что все эти годы Наталья тайно общалась с Воробьевым И знала об убийствах невинных женщин По одной из версий, именно она стояла За чередой кошмарных смертей А что, звучит хайпово При встрече с Натальей вывезти ее на этот разговор И он собирался вывалить это своим подписчикам? Слушай, ну без доказательств это клевета А доказательства его заметок я не нашел Но все же присмотреться к Наталье стоит И это ее бывший сожитель Вадим Сапилкин Галина Николаевна В банковской ячейке Ушакова Лежали наличные Триста пятьдесят тысяч И вопрос на миллион Откуда у Нищио студента такая сумма? Слушай, будешь смеяться, но деньги Ушакова пахнут Не пойму только чем Ты осторожней Во-первых, чесноком не пахнет Как соединение мышьяка Какой-то парфюм А во-вторых, я возьму образцы пахучих веществ Для адрологической экспертизы А ты иди-ка промой нос, глаза и вообще подыши И таймер включи, пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как самочувствие? Отлично Заказал тортик А, ну, значит, здоровенький Ну что, образец пахучих веществ готов Ну, хорошо, сделаю химическую экспертизу Да мы с Наташкой разбежались А что делать, если тебя пилят и пилят? Мало зарабатываю Перспективы никакой А тут, говорит, как ты собираешься развиваться? А я альпинист промышленный В моем возрасте вообще Если живой, уже молодец Как вы расстались? Короче, Наташка решила на мой паспорт кредит Оформить в микрофинансовой организации У нас там вообще знакомая трудится Ну, а у меня с этой знакомой, в общем, отношения были Она мне про Наташкину подлянку-то и донесла Ну, понятное дело, я Наташку выгнал А спустя какое-то время открываю газету А там с Наташкой интервью Ну, не то слово Хм, как я обалдел Привет Что отворачиваешься? Да не признал вначале А потом смотрю, какие люди Жена маньяка Может, мне начать о тебе интервью раздавать? Не смей даже имя мое вспоминать, если жить хочешь Знаешь, сколько у Равьева фанатов? Одно мое слово Да нужна ты мне Так вы разговаривали с журналистами на эту тему? Не, не, мне такая слава на кой нужна? Я вообще порадовался, что соцсети не люблю И Наташке не давал себя осветить Где вы были позавчера ночью? А я две недели безвылазно на областном объекте сижу Можете проверить, там камера есть Студент Егор Ушаков отравлен парами мышьяка Его тело нашли в квартире серийного душителя Михаила Воробьева Ушаков называл себя хоррор-туристом И готовил запуск канала о местах преступлений и катастроф Он пришел переночевать в квартиру Воробьева Под подозрение ФС попадает вдова Воробьева Наталья И какой мотив у Натальи травить Ушакова? Чисто теоретически, когда был пик интереса к Воробьеву Она неплохо зарабатывала А сейчас доходы, мягко говоря, просели И она отравила парня, чтобы напомнить о себе И снова брать деньги за посещение квартиры и за интервью? Молодец, соображаешь А потом через три месяца продать эту квартирку Какому-нибудь упрюзотейнику подороже На купюрах из ячейки Ушакова Парфюм из натуральных ингредиентов Точно есть жасмины, амбра Что-то восточное Такого парфюма очень много И мужского, и женского, и очень дорогого, и кустарного попроще А вот чего на купюрах нет, так это мышьяка Слушай, а может Ушаков и за ноутбук заплатил этими деньгами? Тогда изначально у него должно быть где-то полмиллиона Пятьсот тысяч с ароматом жасмина Да Я никого не травила, я даже не знаю, как это сделать И вообще в эту квартиру мог попасть кто угодно Что вы имеете в виду? Я же людям, которые приходят, даю ключи Можно сделать дубликат А некоторые забирают ключи и с концами Типа сувенир такой За два дня до Ушакова В вашу квартиру приходил мужчина в черной одежде Кто он? Господи, черный колдун Вы, Роберт? Наталья? Какая у вас аура? Я вижу тьму Не зря он вас выбрал Ваш муж Вот ключи утром положите в почтовый ящик Он ключи положил в ящик В квартире тоже вроде бы не напакостил Но у него было такое лицо Какое? Такое, что для него убить кого-нибудь Как пропущенные звонки в телефоне проверить Вот и наш таинственный маг Роберт Канаев Работал курьером, грузчиком на складе Разнорабочем в супермаркете Уже два года безработный Ну, кушебательная карьера А на что же он живет? М-м-м Он что называется рантье Родители погибли Растили его две бабушки В двадцатом году обе умерли от ковида Канаев сдает их квартиры Причем официально налоги платят Бабулин пирожочек подался в черные колдуны Роберт Валерьевич А что вы делали в квартире Воробьева? Открыл магический портал Так, ну все ясно Юлия Силой данной вам уголовным кодексом Открывайте портал на зону Ваша магия шмаги убила вот этого человека Чего? Не, я не знаю его И никого не убивал Мне его не заказывали Даже на приворот Так что вы делали в квартире? Да сфоткался Записал видео для аккаунта И свалил оттуда Чего там еще делать? А как же портал? Слушайте Я просто Ходил на курсы Магические И на курсы для продвижения личного бренда Чтобы что? Чтобы стать магом и зарабатывать Ну и курсы свои продавать Какие курсы? Как стать магом и зарабатывать Где вы были позавчера ночью? Дома Это кто-нибудь подтвердить может? Гражданин Канаев Вы задержаны По подозрению в убийстве Прошу Ну что вы нашли? Галина Николаевна В квартире Воробьева Среди множества других Обнаружились отпечатки Еремеевой Это соседка с видеоглазком Ну что ж Ключи от квартиры постояльца Уходя оставляли в почтовом ящике Да Легко могла сделать копию Или даже украсть Надо покопаться в прошлом Этой Еремеевой Знаешь, что интересно? Иногда видеоглазур Сам отключался Неожиданно А потом включался То есть Его Отключали Угу Что вы там делали? Ничего плохого Чай пила Пирожок ела Поминала Мишу Я не верю, что он убийца Десять лет назад Вы проходили свидетелем По делу об убийстве Заключенного Хомякова В колонии строгого режима А это при чем? Какие отношения Вас связывали с Хомяковым? Я с ним Никогда не встречалась Но он мне звонил Из колонии? Тайно По ночам У него был Такой красивый голос Просто классика Ждуля, западающая На криминальные типажи Потому она так рьяно И защищала Воробьева И плохо отзывалась О его жене Это ревность А ревность Это мотив напакостить Ну, например Подставить с убийством Так Принимай посылку И сквозь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Киры черного колдуна Череп пластиковый модель Бедный Йорик Одна штука Кровь в детстве Пять флаконов Свежая? Ну, а то, конечно И вот Свечи магические До жути Романтические Держи Чего? Я, кажется, знаю Как могли отравить Ушакова Как свечой? Вы приносили в квартиру Воробьева Магические свечи? Конечно Нас и на курсах Так учили, что Свеча Это суперский визуал Очень хорошо Такие видео Лайкают и репостят Смотрите Это все ваши свечи? Вот эту свечку Не я ставил Ее точно тогда не было Когда я Видео снимал На подставке свечи Вообще нет никаких Потужавых следов Поэтому опера Ее и не изъяли В первый раз На пластину вощины Были нанесены Крупинки белого цвета Затем пластина была скручена И в центр помещен фитиль Мышьяк Олевтина Борисовна Вы принесли эту свечу В квартиру Воробьева Нет Никаких свечей Я не приносил Зачем мне это? Для того Чтобы уничтожить Свою воображаемую соперницу Чтобы остаться Единственной женщиной Близкознавшей Известного серийного убийцу Нет Я ничего плохого не делала Клянусь Ничего В свече есть эпители Животного И фрагменты Чесоточного клеща Клещ обычно Заражает собак Нет Тут обломок волоса Точнее шерсти Это не пища шерсти Так Короче Мне надо отправить геолокацию Ты куда? Я все понял Что? Все Галина Николаевна Нужно срочно Эксклюбировать Эркюля Именно велучи Круассана Кого? Прости Эркюля Круассана Это хорек Гущиной Две недели Дома назад Смотрят сюда Она запостила Что? У нее умер Хорек Сердечко отказало Подозреваешь Мышьяк? Да У меня есть Все перемещения Гущиной В этот день Я знаю Где она Захоронила свою хорька Недалеко От своего Дачного поселка Не поверишь Жду труп Хорька А у вас что? Доблюдаю Чужую шикарную жизнь Три месяца назад Отец Гущиной Купил мужской парфюм За 200 тысяч рублей И кто у девочки папа? Пожарный инспектор Взяточки берет Старик Гущин Похоже И берет Видимо наличными Ищу-ка я Химический состав Этого Могучего Иначара Граждане понятые Мы приступаем К эксгумации Иркюля Страты ваших родителей Сильно превышают Их доходы В разы Папа Три года назад Получил наследство От своей троюродной тети Дачу и деньги А заряженную свечу Вам тоже тетя В наследство оставила? В печени и почках Харька Неорганические соединения Мышьяка Яд идентичен Тому, что в свечке Какая зараза Я еще понимаю Любимый парень Папашину взятку украл Тут мотив для убийства Ну просто Классический Обиды и бабки вернуть Ну а Харька-то за что? Просто у девочки Психология отравительница Не нравится Два месяца назад У папы было Тедрождение Были гости Я пригласила Егора А на следующее утро Оказалось то, что Из тайника В кабинете отца Проквали на личные Полмиллиона? Да Почему ваш папа Не обратился в полицию? Он не хотел привлекать К себе внимание Но Но я видела Папа очень переживал Из-за этой кражи А Егор Егор вел себя Как обычно Только Купил себе Мощный ноутбук И стал готовиться К запуску канала Он сказал Откуда у него деньги? Он сказал Что он взял кредит Что я ему не поверила Попера сейчас Обыскивает ту самую дачу Что от родственницы досталось Нашли Мышьяка Я залезла в сумку Егора И почувствовала Запах папиного парфюма Он вез его в пакете С деньгами Пролил В общем Сомнений больше не было Егор совершил подлость Прощать такое нельзя Но убив Вы не вернули бы Украденных денег? Я бы вернула их По-другому Я бы забрала себе Все наработки по каналу И стала развивать его сама Как вам пришла в голову Идея со свечей? Папина тетя Которая оставила ему квартиру Травила на даче Крыс Мышьяку Откуда у него мышьяк? Я не знаю Я нашла эту баночку В старом сарае Уже после ее смерти Зачем вы убили хорька? Ну чтобы проверить Мышьяк это Или порошок стиральный И вообще Честно говоря Мне этот хорюк Никогда не нравился Вонючий Шумный Еще чесотку подцепил Мать его лечила Заразный Лысый Фу Свечу вы изготовили на даче? Да И когда мы с Егором Пошли в квартиру Воробьева Я взяла ее с собой Мы будем сегодня здесь ночевать Я точно знала То что Егор останется Ночевать в этой квартире Потому что я залезла В его мобильник Увидела переписку с хозяйкой Поэтому я устроила скандал Разыграла все как по нотам Вы думали что Егор Обратит внимание на свечу? Да Конечно Он же купил себе курсы О том как развивать личный бренд Там был список Всяких штук Которые красиво смотрятся в кадре Я специально Такую фактурную сделала Иными словами Вы расставили ловушку А он в нее попался Если бы Егор меня любил Он бы остался жив И не стал бы грабить моего отца А честно попросил бы деньги на бизнес Ему бы никто не отказал Это он выбрал ложь и предательство За пять минут до полуночи Ушаков записал селфи Что собирается спать в квартире маньяка Затем он зажег свечу Чтобы чуть позже записать новое видео И Как думаешь сколько тут калорий? Сколько? Сколько нужно Чтобы отпраздновать окончание этого дела? Сама же сказала Что сахар переводит сианит В нерастворимые соединения Которые не усваиваются организмом Ну Гущиной похоже Докрылась тема с хорош туризмом Да в ближайшие годы Девушка погрузится в тему Кройки шитья рукавиц Пусть унидизирует этот опыт Вкусно Угу 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 Угу